В марте отмечается Международный день борьбы с депрессией. В настоящее время психологическое состояние здоровья как никогда важно поддерживать. Как сохранить эмоциональное равновесие и не уйти в депрессию, расскажем далее. Психическое здоровье каждого человека имеет важное значение и зависит от состояния нашего тела, психики и социального окружения. Некоторые заболевания, такие как депрессия и тревога, являются довольно распространенными. Чтобы избежать их, необходимо разбираться в каждом случае со специалистами. Важно понять и принять ситуацию. Важно понять, что на глобальном уровне в данной ситуации вы ничего изменить не сможете. Признать эту ситуацию, принять ее такой, какая она есть. Самое главное понять, что улучшить ситуацию, отношения в семье, со своими близкими, с самим собой, наоборот, это в ваших руках, это в ваших силах. То есть это то, как раз за что ответственны вы и вы сами выбираете, какой мир будет жить внутри вас. Мир гармонии или наоборот хаоса. Чтобы справиться с тревогой, необходимо выровнять дыхание. Ведь при тревожном состоянии оно учащается. Вследствие этого усиливается тревожность. Есть различные дыхательные практики, которые могут помочь восстановить дыхательный ритм. Благодаря тому, что мы можем управлять своим дыханием, мы можем справляться с негативными эмоциями, с негативными чувствами. Можем расслабить себя, дать возможность себе отдохнуть. В то же время мы можем активизировать свое тело и свой мозг. Мы можем стабилизировать свое артериальное давление. Расслабляющее дыхание – это спокойный медленный вдох и более длинный-длинный медленный выдох. Делайте глубокие вдохи и выдохи хотя бы в течение пяти минут. Каждый раз, когда вы чувствуете, что начинаете тревожиться. На помощь приходят не только дыхательные практики, но и другие приемы. Еще один способ прекращения внутреннего негативного саморазговора, самообвинения – это способ перемещения фокуса с внутреннего разговора вовне. То есть направьте свое внимание на внешние объекты, на внешние звуки, внешние ощущения. Перемещайте внимание и перечисляйте все то, что вы видите, слышите, ощущаете по принципу «что вижу, то пою». Важно окружить себя людьми, которые разделяют ваше мнение, готовые выслушать и поддержать, чья точка зрения не идет вразрез с вашей. Должны быть безопасные люди в вашем окружении, с которыми вы можете поговорить, поделиться своими тревогами, своими опасениями. Это те люди, которым вы доверяете, которые не будут вас осуждать или перевоспитывать, говорить о том, что вы неправы. Найдите таких людей в своем окружении, подумайте о них. Это люди, которые будут давать покой, уверенность, силу вам. Состояние психического здоровья в полной мере может оценить только специалист. Однако для текущей оценки собственного состояния или состояния психики родных и близких и принятия решения об обращении за помощью, достаточно обратить внимание на ряд простых критериев. Это состояние сна, уровень работоспособности, эмоциональное состояние и изменение поведения. Если вы наблюдаете резкий отход от привычных схем поведения, необходимо обратиться к специалистам.